В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Конфликт жителей дома в Темиртау с 43-м телеканалом и ТКТ. Асулжан Мамыдбеков, министр сельского хозяйства в Карагандинской области. Классическая английская музыка очаровала карагандинзов. Работа двух телеканалов в Темиртау должна быть запрещена. Даже имеется решение специализированного суда Караганды. Однако директор телекомпании ТКТ и 43-й канал в городе Металлургов Евгений Завадский его игнорирует. А просьбы жильцов и вовсе никак не воспринимаются. Наш корреспондент Николай Кровец встретился с людьми и узнал, чем они недовольны. Все знают, что телекомпания ТКТ затерил с 2011 года сентября по июль 2012 года. Три человека умерло от онкологических заболеваний. Одна девушка потеряла ребенка. Росвой, заброй ты, блин. В дальнейшем мы решили не показывать. Так директор двух телеканалов Темиртау Евгений Завадский общается с жителями дома. Нина Смолянцева уже не один год судится с ним. Решение суд принял в пользу жильцов, но оно совсем не исполняется. Дело в том, что квартира женщины находится рядом с радиотехническим объектом телекомпании, который располагается на крыше многоэтажного дома. По словам жителей, на протяжении 15 лет телеканал осуществляет свою деятельность незаконно. У организации нет даже разрешительных документов на использование мачты. За 15 лет поступало неоднократное количество жалоб в государственные органы о том, чтобы компания свернула свою деятельность, прекратила, чтобы убрали эти антенны. Дело в том, что в советское время эти антенны находились в степи, а в наше время почему-то их решили разместить над головами живых людей. Работа офиса, по словам жильцов, постоянно вызывает неудобства. Люди не могут попасть на чердак, чтобы установили интернет. Ещё оборудование, установленное на крыше, влияет на здоровье темиртаусов. Например, брат Нины Смолянцевой постепенно теряет слух. Правда, врачи не смогли установить истинную причину заболевания. Но не исключено, что в этом виновата техника телекомпании, у которой превышена норма радиации. Парень абсолютно здоров. С того ни с сего он начал терять слух. Я почему должна бегать и доказывать, что источником излучения является размещение радиотехнического объекта на крыше нашего дома. Юристы, которые представляют интересы Нины Смолянцевой в суде, возмущены неисполнением законов для крупного телевизионного магната в темиртау. Ведь на руках имеется решение специализированного суда Караганды, согласно которому телекомпания должна приостановить свою работу. Есть постановление темиртауского суда, где ясно написано, что эксплуатация технического сооружения на крыше дома запрещена. У телекомпании отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения. В городе темиртау в территориальном отделе судебных исполнителей возбуждено исполнительное производство в декабре 2013 года. Но телекомпания уклоняется от исполнения решения суда и продолжает осуществлять свою незаконную деятельность. Мощность, на которую рассчитана каждая из антенн, 2000 ватт. Этих антенн 8 штук. Превышает допустимую норму, получается, более чем в 100 раз. Жители не намерены сидеть дальше и смотреть на то, как телекомпания губит здоровье людей и их детей. Они будут обращаться в правительство и к самому президенту страны, чтобы их проблему наконец-то услышали. Николай Кровец, Ажас Габасов, Габиден Куршпеков, Бахтиар Успанов, Первый Крагандинский. Мы продолжаем рассказывать о пострадавших от наводнения в поселке Кукпекты. С тех пор, как в поселке произошла трагедия, прошло вот уже 23 дня. Как известно, все это время гуманитарная помощь жителям поступала со всех концов страны. На этот раз руку помощи протянул район Аксу Алматинской области. Они привезли продукты первой необходимости. Как известно, 4 года назад сельский округ Козылагаш Аксуского района тоже потерпел серьезные потери. Был разрушен целый поселок и, к большому сожалению, погибли люди. Но сейчас Козылагаш полностью восстановили и люди живут спокойной жизнью. К трагедии, которая произошла в поселке Кукпекты, жители района не смогли остаться равнодушными. В 2010 году, 12 марта, у нас в Аксульском районе прошла большая трагедия, где полностью поселок разрушился, погибло 45 человек. Но сегодня, услышав вашу трагедию, жители поселка первые подали инициативу, чтобы приехать в Кукпекты, хотя бы соболезнования не дать, не привезти гуманитарную помощь. Напомним, что пока идут восстановительные работы, 14 семей помещены в общежитие для временного проживания. Десяти семьям, которые имеют малолетних детей, предоставили в городе жилье в наем. Также решается вопрос размещения еще восьми семей для временного проживания. Одним словом, пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Жители поселка выражают благодарность всем, кто оказался неравнодушным к людскому горю. Любая помощь для поселка сейчас важна. Если объединиться всеми силами, то можно будет добиться больших успехов, говорят жители поселка. Мы благодарны всем жителям страны за то, что они не оставляют нас в такой сложной ситуации, помогают нам материально и морально. Власти говорят, что к сентябрю мы уже сможем переехать в свои дома. Работы в поселке проводятся активно. На сегодняшний день состояние поселка Кукпекты стабильное. Всеми силами проводятся восстановительные работы. 380 миллионов тенге будет выделено из бюджета Карагандинской области на строительство домов. Как известно, из-за потопления поселок понес огромный материальный ущерб. Но эти деньги непременно будут возмещены, заверил Аким области Бауржан Абдишев на встрече с жителями поселка в минувшую пятницу. Та часть, которая возмещаться будет с фонда, это понятно, они безвозвратные. Но мы так же, как и вы, ту часть, которую с бюджета, с резерва будем сейчас вам как материальную помощь давать, мы эти деньги потом также будем через суд взыскивать с тех виновных, кто причинил ущерб. Это закон. Мир не без добрых людей. Гуманитарная помощь в виде продуктов питания, одежды, предметов быта и не только поступает очень часто. Уже к сентябрю восстановительные работы должны закончиться. Ну а пока остается только ждать. Гульнор Жакенко, Ират Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. 26 апреля в Карагандинской области побывал с рабочей поездкой министр сельского хозяйства Республики Казахстан Асулжан Мамытпеков. Глава ведомства и Аким области Баужан Абдишев ознакомились с деятельностью торгового дома «Октябрь», осмотрели сельскохозяйственную технику, используемую в хозяйствах Асакаровского района, а также выставку развития агропромышленного комплекса Карагандинской области. Побывали на строительстве модульной районной ветеринарной лаборатории. Затем состоялось пленарное заседание Агросовета, где были рассмотрены вопросы подготовки к проведению весеннеполевых работ. На заседание были приглашены представители аграрной науки, Акимы сельских районов и округов, руководители областных управлений сельхозпредприятий, институтов развития холдинга «Казагра». С приветственным словом к участникам Агросовета обратился министр сельского хозяйства Республики Казахстан Асулжан Мамытпеков. С докладом по повестке дня заседания выступил заместитель Акима области Галым Ашимов. Он сообщил, что в Карагандинской области в текущем году планируется провести яровой сельф на площади 766 тысяч гектаров, что на 37,6 тысяч гектара больше, чем в 2013 году. Из них зерновыми культурами будет засеяно 686 тысяч гектаров, масленичными – 27 тысяч гектаров и кормовыми – 45 тысяч гектаров. Посадка картофеля и овощей запланирована на 7500 и 1400 гектарах соответственно. В соответствии с планом диверсификации отрасли растениеводства, увеличиваются площади посевов ячменя на 29 тысяч гектаров, овса – на 1 тысячу гектаров, кормовых культур – на 21 тысячу гектаров. С применением элементов влагоресурсосберегающей технологии будет посеяно 462 тысячи гектара зерновых, что на 22 тысячи гектаров больше, чем в 2013 году. Для проведения весеннего сева имеется 70 тысяч тонн семян зерновых культур, 28 тысяч тонн посадочного материала картофеля, что обеспечивает стопроцентную потребность в семенах. В посевной кампании будут задействованы порядка 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 5600 тракторов, 118 современных посевных комплексов и 7 тысяч единиц сейлок. Вся техника, необходимая для проведения весеннеполевых работ, полностью подготовлена, что позволит завершить посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Для поддержки сельских товаропроизводителей области на проведение весеннеполевых и уборочных работ выделено 2,4 миллиарда тенге бюджетных средств, в том числе на развитие семеноводства, возмещение затрат на приобретение ГСМЭ и других материально-товарных ценностей, удешевление стоимости минеральных удобрений и гербицидов, подачу воды водопользователям и борьбу с вредными организмами. На заседание агросовета также выступил Аким Асакаровского района, сержант Аймаков, генеральный директор научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева, Жексенбай Каскарбаев, директор Карагогинского научно-исследовательского института растениеводства и селекции Рашид Нургазиев. Опытом практической работы поделились и руководитель хозяйства Шахтерское, Нуринского района Георгий Прокоп, руководитель крестьянского хозяйства Шанс Абайского района Игорь Жабяк, а также руководитель областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Карбая Шушиков. Аким области напомнил, что в текущем году исполняется 60 лет со дня освоения целинных и залежных земель. Поднятие целины придало мощный импульс к производственно-экономическому и социальному развитию многих территорий страны. На заседание агросовета был также поднят ряд проблемных вопросов по проведению пассивной, требующих содействия Министерства сельского хозяйства республики. Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. Аким области Бауржан Абдишев провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены меры по борьбе с туберкулезом и перспективы развития малокомплектных школ в сельских регионах. На сегодня в 66 населенных пунктов нет школ и имеется дефицит педагогических кадров. Аким области подчеркнул, что в стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран в части здравоохранения были определены четыре основных блока, и один из них – снижение заболеваемости социально значимыми болезнями, в том числе туберкулезом. В области проводится определенная работа по предупреждению распространения туберкулезной инфекции. На совещании отмечалось, что в регионе на реализацию мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в текущем году направлено 2 миллиарда 191 миллионов тенге. У нас есть в городе старая туберкулезная детская санатория перепрофилировать его в другое юридическое лицо. Это будет интернет, а не день на поддерживающих поддержках. На 2014 год по программе «Дорожная карта-2020» предусмотрен капитальный ремонт только восьми школ. Не выделяется средство на проведение капитального ремонта в Бухожираусском и Женаркинском районах. На сегодняшний день в 66 населенных пунктах нет школ. В 119 действуют только основные или начальные школы. Имеется дефицит педагогических кадров. Отсюда одна из главных проблем – низкое качество знаний, отметил руководитель управления образования. Из-за некачественного образования снижается доступ к высшему образованию для сельской молодежи, тем самым закрывают социальные лифты, что ведет к маргинализации сельской молодежи и добрению на социальную и политическую систему государства. В этой связи наиболее остро сегодня стоит проблема сельских малокомплектных школ, которые характеризуются отравенность от районных городских центров. По итогам совещания Кимобласти дал ряд поручений, в том числе по приобретению рентген-диагностической аппаратуры. Организация в Саране детского противотуберкулезного санатория. Разработки концепции развития малокомплектных школ на 2014-2016 годы. Повышение качества образования в сельских малокомплектных школах. Жазераб Драимова, Габидем Крушпех, Бахтяр Воспанов, 1-й Карагандинский. 90 лет исполнилось ветерану войны и труда Ивану Давиденко. С этой даты его поздравили не только близкие родственники, но и соседи со всего подъезда. С днем рождения мужчину поздравила и наша съемочная группа. Необычный сюрприз приготовили соседи для ветерана войны и труда Ивана Давиденко. Около квартиры, где на протяжении многих лет живет именинник, развешаны разноцветные шары и написаны различные поздравления. Не каждого карагандинца так поздравляют с днем рождения. Однако руководство города к нему не приезжало. Иван Давиденко на фронтах защищал родину на протяжении пяти лет. И все это время не покидал передовой, если не считать лечений после ранений. Начинал военную службу в городе Майкоп. С боями прошел Украину, Белоруссию, Польшу и Варшаву. Он получил ранения на польско-немецкой границе. Частенько ветеран вспоминает своих друзей-солдат. Все были дружными и каждый помогал друг другу. У нас были коммунисты среди немецких, беспартийные, старики 900-го года, 25-го. Они прямо так говорят, сынок, не лезь туда, тебе жить надо. Что надо, скажи, пойдем наступать. За боевые заслуги ветеран имеет многочисленные награды. Среди них за отвагу, за освобождение Украины, Белоруссии и Варшавы. За взятие Берлина, за победу над Германией. Дети Ивана Давиденко гордятся своим отцом. Многие годы ветеран проработал проходчиком в шахте Кировская. Поздравить его приехала дочь, которая живет в России. Он в свои 90 лет бодрый еще человек, разумный. Он прошел войну. Конечно, за это испытываем гордость, потому что он с достоинством выдержал это испытание. Очень долго трудился на шахте. То есть, есть с чего брать внукам пример. У Ивана Давиденко восемь внуков и три правнука. Все родственники ветерана собрались в кругу семьи, чтобы вспомнить счастливые моменты его жизни, а также, чтобы пожелать крепкого здоровья. Поторопировать наш нападок. Николай Кровец, Карат Рашитов, Бахтя, Руспанов, Первый Крагандинский. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный. Полиция ищет человека, якобы заминировавшего супермаркет в Караганде. Подобные шуточки не часто, но регулярно, что называется, достают полицейских. Причем таких звонарей не пугают, что их высчитывают в два счета. 26 апреля в 12 часов 37 минут на телефонный номер 112 от неизвестного лица поступило сообщение о заложенной бомбе в супермаркете «Центральный». На место был осуществлен выезд экстренных служб и произведена эвакуация граждан из супермаркета. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РК. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Если кто-то считает это шуткой, то за это по санкции статьи 242 УК грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 месячных расчетных показателей, либо ограничение свободы на срок до 7 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящее время номер телефонного террориста установлен, принимаются меры по установлению правонарушителя. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года в половине второго утра. На борьбу с последствиями катастрофы были мобилизованы 600 тысяч советских людей. Среди них были и карагандинцы. Митинг в память о чернобыльцах прошел в Парке Победы. 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 28 лет с момента чернобыльской катастрофы, крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. Выросло уже целое поколение, не заставшее этот ужас, но в этот день традиционно. Вспоминают о Чернобыле, ведь только помня ошибки прошлого, можно надеяться не повторить их в будущем, говорит ликвидатор аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Для ликвидации последствий со своего союза были брошены воинские части. Из нашей карагандинской области был сформирован и отправлен 27-й отдельный полк радиационной и химической защиты населения, который там находился в 54 года. Он единственный из всех полков этой категории, награжден вымпелом министра обороны СССР. Караганда помнит о героях чернобыльцах. Минуты молчания они почтили их память. Вспомнили и тех, кто сегодня живет рядом с нами. Днепрва приравнили к участникам войны. Афганский памятник Ага стоит, а наш памятник вот только. И благодаря Акиму области опишу Баужану Тютеевичу, он седьмой Аким за мою бытность здесь в области. Он принял единственное правильное, мужественное и верное решение. В знак памяти и уважения собравшиеся возложили цветы на место будущего памятного знака. Жезераб Драимова, Габиден Крушпек, Бахтяр Воспанов, Первый Карагандинский. Камерный хор государственной филармонии Астаны выступил перед карагандинцами с классической английской музыкой. Устоявшиеся связи с филармонией столицы позволяют шахтерской столице осуществлять интересные проекты по знакомству с известными коллективами и их творчеством. В этот раз перед ценителями музыки выступили английские солисты. Несмотря на шквальный ветер, обрушившийся на город в конце прошлой недели, субботний вечер подарил очарование классической английской музыке и ее ценителям. Концертный зал Шелк-Ма был заполнен практически полностью. В честь Дня Святого Георга, который отмечается в Англии 23 апреля и считается покровителем англичан, раз звучали малоизвестные нашему слушателю, но привычные для Туманова Альбиона, на композиции. Зачарованные зрители оценили чисто английские музыкальные произведения цветами и бурными аплодисментами. Особенно тепло были встречены негритянские спиричуэлы, окопельно исполненные лауреатом международных конкурсов камерным хором Государственной филармонии Астаны под руководством Мадениетка Раткере, Гульмеры Куттебадамовой, совместно с общественным хором музыкального сообщества Астаны под руководством Роскларк. Камерный хор производит впечатление молодого коллектива, хотя существует уже более 10 лет. Иностранные граждане, живущие и работающие в Астане. Сочность голосов, стройность исполнения и яркость подачи приводили зал в полный восторг или погружали в грустную задумчивость. Сольные партии исполняли как казахстанские, так и британские певцы и исполнители. Два дня назад мы выступали в Астане в органном зале. У нас есть специально приглашенные гости из Англии. Также я сама очень часто выступаю в Англии, в Лондоне. Допустим, сегодня я играла впервые балладу. Хочу сказать, что публика очень замечательная публика, доброжелательно встречали. Полный зал, замечательная акустика. Сегодня мы играли с Алексом, с нашим баритоном. Замечательная акустика. В общем, мы получили огромное удовольствие. Сочный баритон Александра Робина Бейкера заполнил пространство зала и в его сольных выступлениях, и в композициях с симфоническим оркестром концертного объединения имени Калиба и Жанова, которым дирижировал Петр Грибанов. Я считаю, что публика здесь самая лучшая, очень дружелюбная, самая дружественная, какую я встречал. Голос в зале звучит фантастически. Караганда совершенно отличается от того, к чему мы привыкли в Англии. Английские произведения в исполнении чарующего тандема британского баритона, столичного сводного хора и карагандинского оркестра не оставило равнодушным никого из присутствующих в зале. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова